Ну что, всем привет! Я снова на Ратушной площади. Хочу вам рассказать об этом здании. Два здания, видите, таких интересных стоят. Называется это Дом Черноголовых. Откуда это название? Где-то в XIV веке, во времена Ливонского ордена, организовалось такое братство Святого Георгия. Которое принимало в свое братство молодых, неженатых купцов, причем только иностранных. Патроном их сначала был Святой Георгий, покровитель рыцарей и воинов, а позднее уже Святой Маврикий. И вот его как раз черная голова была на герби этих черноголовых. Поэтому они называются черноголовыми. По большему счету это была светская такая корпорация. Комиссионеры различные, агенты, приказчики. Приказчики рижских и даже заграничных фирм. Занимались они закупками, доставкой товаров в Ригу. Причем именно заграничных товаров, что было достаточно рискованным таким занятием. В отличие от занятий местных купцов-перекупщиков, вот эти привозили товары. Ну и в общем они где-то в 15 веке арендовали вот эти два помещения. Так как они были в приоритете, то им позволилось постепенно видоизменить эти здания. Вот они его перестраивали, украшали. Здесь у них была и биржа, и вечером тут были балы, концерты различные. В общем, такое многофункциональное здание. Ну и в 19 веке эта организация прекращает свою деятельность как сословная корпорация и становится немецким купеческим клубом, который уже был расформирован в 1939 году после репатриации этнических немцев. Стиль, в котором построено это здание, называется «Североевропейский маньеризм». Вот так вот. Да, приветик, привет. В Сибири народ пишите крупными буквами. Эд, пиши там тоже крупными. Ты-то почему мелко пишешь? Я не вижу ничего. В общем, пойдем сейчас поближе посмотрим этот дом черноголовых. Отсюда мы видим шпиль собора Святого Петра. Не путайтесь с домским. Домский собор где-то вот там остался, в стороне. Это шпиль с саду Святого Петра. Вот этот маврикий. Негр. Афроамериканец. Часы прикольные. Донецк. Привет. Ригас дом. Да, выглядит, конечно, шикарно. О, мне вот такие крыши нравятся. Черепичные. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Не, тут очень красиво, конечно. Тут совершенно все по-своему красиво. Мне очень нравятся эти узенькие улочки, чисто европейские. В Питере такого нет, потому что Питер уже строился в 18 веке. А этот город средневековый. Все средневековые города, они такие с узенькими улочками. Питер уже строился по плану. Но это же все устроилось постепенно, перестраивалось, что-то сгорало, что-то сносилось. А Питер строился по плану уже с широкими улицами, с проспектами. Здесь все было хаотично. Вокруг замка сначала. То есть этот город был крепостью. Это потом уже за пределы крепости начали выходить. Они, наверное, начали выходить только в 19 веке. Да, вот когда вот этот модерн, началась застройка модерна, она уже тоже была плановая. И тогда, да, тогда уже и улицы пошире были. Но, кстати, по плану нужно было не больше шести этажей, либо не больше 21 метра высотой строить дома. Очень похоже, что вот это какое-то очень старинное здание. Музей какой-то. Да, это такой типичный. По-моему, в Таллине тоже есть такие дома. О, мотоцикл. Шестисотка, Сиберка. Маленькая такая. Дайте покататься. Дайте покататься. Так, я так и не дошла до этого, до кафедрального собора. Пойду я. Пойду я. Пойду сюда. Сейчас услышите, как у них тихо работают. Блин, я что-то нажала, случайно, сори. Хотела сказать, что послушайте, как у них тут. Нет, громко работает. Да, Сибирка. Шестисотка. Работает тихо-тихо. Пока-пока. Алекс, пока-пока. Такая улочка красивая. Вот такая улочка узкая. А, я отсюда же начинала. Точно. Очень-очень похоже. Молдова. Молдова, привет. Ребят, пишите крупными буквами, пожалуйста. Я ничего не могу прочитать. Чего вы там пишете? Эд, не хватает мощей у телефона еще. Знаешь почему? Потому что я Wi-Fi раздаю. У меня же еще второй телефон, чтобы я читала чат. Вот, поэтому, я думаю, еще из-за этого. Из-за того, что второй телефон еще на Wi-Fi сидит. А так я еще тут случайно сейчас нажимала. И у меня выключалась трансляция случайно. Извините. И улочки мне, наоборот, такие узкие нравятся. Вообще классно. Так уютненько. Мансарды. Алко-маркет. Алко-маркет. Выпечка. Пожалуй, я сюда зайду. Вон, видите, после 18 скидка 50%. Мне осталось чуть-чуть подождать. Ну, вот опять у нас тут архитектура модерна. Ну, вот это северный модерн. Он такой скупой. Все-таки у нас в Питере модерн. У модерна очень много всякой лепнины. Здесь так все скупенько, скромненько. Тут еще несколько было периодов развития этого модерна. Там вертикальный стиль. Какой-то там еще романтизм был. Национальный романтизм. Да, точно. Белоруссия, привет. Привет, Гродно, привет. Я не вижу, как вас зовут. Очень мелко. Я здесь по работе. Да, на улицах чистота. Согласна. Ай, какой-то дождик пошел. Так, вот я, между прочим, уже заблудилась. У меня такое ощущение, что я здесь была. Но была с какой-то другой стороны. Пицца-хат. Я все хочу выйти к этому собору православному. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот там вдалеке это рынок. Там же где-то должен быть вокзал. А знаете, почему такие огромные ангары? Это было построено для дирижаблей. Это должен был быть такой своеобразный аэропорт для дирижаблей. Но, как вы помните, эпоха дирижаблей очень быстро закончилась, а ангары остались. И поэтому их приспособили под рынок. Так, где-то аптеку я так и не нашла. Я уже выехала. А, вот по-моему я здесь ехала на машине, кстати. Я помню, что по этим по булыжникам ехала. Ужас! Посмотрите, какая дорога. Оп, оп, оп. Вообще круто. Посмотрите, какая. Как можно тут на машине ездить по этим дорогам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так. Ну и где я нахожусь? Ну, вышла я вот сейчас на открытое пространство. Не знаю, сейчас получше станет, нет. Спасибо, Ага. Спасибо. Ченьки отдам. Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому! Немец! Немцы! 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 палки так я не знаю куда идти а ну вот это опера похоже мне надо прямо идти ну все это я перезапустила так вот это здание оперы точно вот где рига рига это авто а это на разрезодорожный вокзал или автовокзал не знаю куда я иду звук этот слышите по булыжникам это вот 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 Так, есть мне ощущение, что это где-то там Видела Блин, карты нет на втором телефоне Даже карту не могу посмотреть Так, ну под мостом я уже выйду Да, вот здесь я ехала, точно Повернула на мост Кстати, мне надо еще купить билет На общественный транспорт Но он почему-то закрыт Да, ладно, народ, сейчас я тоже отключусь Я посмотрю по карте, потому что что-то я вообще не понимаю Я сейчас зато знаю, куда мне ехать в сторону дома Тут уже, в принципе, даже недалеко Ну все, тогда давайте попрощаемся Раз тем более еще и связь косечит Я посмотрю по карте И снова выйду на связь Все, пока Желаю если нет, выросли вам Так, вот часть